Всем привет! С вами ArtColor и сегодня мы рисуем гусей в лаванде. Итак, давайте начнем с наброска. У меня бумага двусторонняя для маркеров, скетчбук от Malivich, 220 грамм. То есть вы можете использовать, например, как и одностороннюю бумагу, так и двухстороннюю. Можете использовать бумагу для графики, которая подходит, в том числе и для маркеров зачастую. Поэтому то, что есть в вашем арсенале. Итак, давайте начнем. Смотрите, у нас три гуся, и мы должны их отметить так, чтобы они не упирались в край листа и сильно не наслаивались друг на друга. Поэтому давайте поставим крайние такие вот засечки. И вот у нас получается самый верхний гусь. Потом идет гораздо ниже, примерно здесь, и один чуть-чуть повыше. Так примерно мы с вами и разметим. Итак, давайте начнем рисовать гусей. Начинаем с головы. Рисуем с вами такой вот овальчик. Ну, немножко вот здесь вот суженый, как яйцо такое. То же самое делаем здесь. И вот еще один. Дальше давайте поставим вот так вот палочки у каждого гуся, чтобы у вас получились у этого более-таки короткое. У этого вот сюда. И смотрите, что мы с вами делаем дальше. Мы собираем вот так вот шею. Делаем полукругом. Давайте даже пошире. И потом у нас гусь начинает расширяться. Дальше мы его вот здесь вот дальше этой лаванды не видим. Он к нам повернут так вот боком. Вот у ворудка, знаете, вот так вот. Можно, кстати, вот так вот сделать небольшой выступ. И оставить больше намека на тело гуся. Дальше вот здесь вот мы с вами показываем, как выступающую такую шишечку гуся. И дальше идет уже именно клюв. Клюв идет не острый, он идет такой закругленный. Вот так. Шишечку можно даже чуть-чуть поменьше сделать. Точнее вот здесь она остается как есть, а вот когда приходит сюда, чуть-чуть меньше. И немножко отступаем от этой шишечки и рисуем глаз. Вот у нас первый гусь. Давайте ему разделим еще клювик. Вот так. Первый гусь у нас готов. Рисуем второго гуся. То же самое. Здесь вот у нас идет более-менее прямо. Вот здесь такой вот выступ. Дальше пошла у него вот так вот шея. Она у нас загибается вот туда. Дальше тут пойдет грудка гуся. То есть можно это вот оставить вот так. Чтобы у нас оставались такие видимые части. То же самое. Здесь в отличие от первого гуся такая небольшая шишечка, небольшой такой вот выступ вот этой части. И идет сразу клюв. Чуть-чуть отступаем. И вот здесь примерно где-то глаз будет находиться. Вот так. И рисуем последнего гуся. Тоже смотрите, вот здесь мы делаем более ровно. Вот здесь мы видим вот эту вот небольшую шишечку на клювике. И вот сам его клювик уже пошел. Такой объемненький. Вот мы его с вами наметили. Ставим ему глазик. И показываем вот шею. Вот так. Все остальное у нас будет закрыто именно лавандой. То есть мы вот ее показываем. Пока такими вот неровными линиями. То есть именно то, что вот эти намеки, которые будут скрывать гусей. Убираем лишние карандашные линии. Я возьму фиолетовый карандаш такого оттенка. Вы можете не брать и после этого приступить сразу к маркеру. Можете обвести тем, который есть у вас. И так я обвожу всю эту историю. Убираем лишние карандашные линии и переходим к маркерам. В данном уроке я использую два набора маркеров. Я использую скетч-маркер пастельный набор. И я использую два санетовских набора. Потому что мне нравятся их серые оттенки. Один набор из 12 цветов путешествия. Другой старт. Поэтому вы можете подбирать подходящие оттенки. Можете работать этими же маркерами. Как вам удобнее. Также у меня много есть уроков, где я показывала про именно дешевые маркеры. Которые у меня тоже были с Вайлдберрис. И мы с вами отрисовали целый марафон ими. И с ними также вы можете работать и получить интересные работы. Я возьму оттенок B-115. Это такой, знаете, светло-светло-прозрачный фиолетовый. Давайте это подпишем. Это у меня B-115 от скетч-маркера. И я начну закрывать фон за гусями. Кстати говоря, у меня тоже есть тот самый дешевый набор маркеров с Вайлдберрис. И я прекрасно использую многие цвета из-под него. Такой вот светло-фиолетовый оттенок номер 77. Очень такой красивый, нежный. И работу я продолжу уже дальше с ним. То есть делаем намеки на то, что там у нас продолжается такой фон. Полностью все им не закрашиваем. Оставляем только такие намеки. Так. Я возьму номер 75. Тоже из дешевого сегмента маркеров. И продолжим наслаивать фон. То же самое делаю и на дальнем плане. Теперь я возьму из набора скетч-маркер Вайлдберрис 24. Это такой вот оттеночек фиолетового. Чем-то он похож на этот, но несколько посветлее. На видео может быть это не так заметно. И полностью закрашиваю вот эту часть, которая будет у нас перед нашими гусями. Я вернусь вот к этому оттенку. Смотрите. И начну, во-первых, гуси у нас белые. И не забываем о том моменте, что на них также падают рефлексы. И мы подчеркиваем самым светлым цветом с нашего фона. Намеком на такой фиолетовый оттенок. Я закрашиваю вот эти места. Возьму светлый желтый оттенок из набора скетч-маркер. Вот такой вот. Это у меня номер Y75. И я закрашиваю вот эту верхнюю часть гусей. И добавлю вот здесь. Вставляем у этого гуся примерно то же самое. У этого. Есть такой из набора Санет. Светло-светло-серый. Мне он очень-очень нравится. Вообще незаменимый оттенок. У него очень такое сложное насылание. CG201. Вот такой вот он. И закрываем наши гуси. Дальше продолжаем. И добавлю еще вот на этого. Сильно протемнять их не будем. Но тем не менее. С вами добавляем на них оттенки. Чтобы потом у нас так же красивый, легкий, в том числе и белый акриловый маркер. Который мы сможем их подчеркнуть еще больше. Я возьму желтый. Ярко-желтый. Номер у него Y107. И закрашиваю клювики. Возьму номер 044. Смотрите, такой вот оранжевый, но не сильно яркий. И уже более детально выделяем наши клювики. Не сильно ярко. Я возьму цвет, который мы уже использовали. Это В24. Такой вот фиолетовый. И добавлю его на клювики. Как рефлекс. Также этот оттенок можно добавить и на самих гусей немножко выделив их. Я возьму фиолетовый по насыщеннее. Это В53. Такой вот оттеночек. И еще раз выделю клювики. Здесь вот в том числе. Добавлю на клювики. Добавлю на гусей. Из санатовского набора я возьму номер Y914. И им я уже выделю более конкретно клювики. Возьмем черный. И поставим глаза. Возьму серый, потемнее. И вот где глаза. Делаем вот так. Немножко притемняем. Делаем объем. Возьмем оранжевый. Добавим на клювики. Вернусь к номеру 77. Вот к этому. И добавлю немножко на гусей. Возьмем номер 75. И начнем с вами показывать цветки лаванды, которые попадают на гусей. Возьмем такой темный оттенок 73. Темно-фиолетовый. И начнем выделять ваше более такие формы. Именно. Смотрите, этим же оттенком аккуратно показываем клювики. Продолжаем работать с лавандой. Продолжаем. 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 Вернусь к данному оттенку. И задний план делаю зимнее, тем самым выделяя гусей. Если есть, можно взять оттенок посветлее, вот 81 например у меня, если нет, то можно наложить какие-то синие, здесь также добавить намеки на лаванду, лучше даже большим маркером, потому что здесь вот так вот смазано, вот тут на дальнем плане, в том числе, я возьму оттенок G112, такой вот зеленый, нейтральный, закрашиваю вот здесь перед нами намек на стебли, также вот здесь тоже можно добавить, в том числе и на дальнем плане. Возьму зеленый потемнее, такой вот номер 53, покажем здесь уже более такие конкретные стебельочки. на дальнем плане тоже можно добавлять немножко потемнее, 73 номер темным, здесь вот можно добавить таких теней в этот зеленый, и сюда же добавить немножко черного, возьмем белый акриловый маркер или белая гелевая ручка, смотря что у вас есть, я выделяю верхушку гусей, вот здесь можно выделить, на клювик обязательно добавьте, можно рядом с глазом тоже немножко выделить, показываем теперь дальше вот этого гусю, также выделяем верхушечку, и вот в лаванде также делаем намеки на продолжение вот, немножко также поштрихуем, и рядом с глазиком вот здесь выделим, и здесь тоже самое, так же, можно добавить на некоторые цветочки лаванды, такую вот яркость, особенно на верхушках она немножко есть, ну вот и все, на этом мы с вами заканчиваем, с вами была ArtColor, спасибо за внимание, увидимся на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok